А мы оба были сумасшедцы, помнишь, готовые за один поцелуй преодолеть расстояние в тысячу километров. Ну, кто еще на такое способен встретиться на 10 минут, сорваться друг к другу в ночи, чтобы снова расстаться на несколько месяцев? Два психа. Что с таких взять? Нет, головой мы никогда не дружили и не думали. Наши головы зацепились за облака, в которых так хорошо нам было гулять, но мы не спали напротив. Мне кажется, мы сейчас спим. Когда ходим по земле, такие разумные, гордые, все независимые, упрямо делая вид, что друг без друга нам лучше. И теперь, когда заглушили мой крик, своих сердец дурацкими доводами, перестав друг друга слушать и понимать без слов, именно сейчас мы спим. Я иногда просыпаюсь, веришь, услышу какую-нибудь нашу мелодию или мелькнет в толпе лицо, отдаленно напоминающее твои черты, и так больно становится там, внутри, под ребрами, где когда-то так сладко было мне тебя ощущать. Я понимаю, что ты здесь со мной. Просто тяжело все время о тебе думать, таскать тебя сонного с собой повсюду, поэтому и стараюсь забыть. Ты ведь тоже самое делаешь. Я знаю, и какой-нибудь тёмник обязательно нам скажет. Да, правильно всё, ребята. Раз сожгли мосты, так нечего смотреть назад, и он прав будет. Несомненно, нет пути назад для того, кто всё спалил за собой. Только вот и вперёд нам друг без друга идти тяжело. Тянет что-то такое, чему название люди ещё не придумали. Это не любовь даже, это память о том, что было и снова будет. Когда-нибудь, в одной из следующих жизней. В какой-нибудь параллельности, может быть, может быть, даже в другой реальности мы случимся снова. Ты вдохнёшь аромат моих волос и узнаешь меня. Я верю.